Доброго времени суток. Значит у нас следующая ситуация. При включении компьютера возникают на экране монитора артефакта, так называемые полосы. И компьютер постоянно перезагружается. Вот такие полосы. На данном моменте он не перезагрузился, но бывает, что и не включить его, так как перезагружается. Вот такие полосы, называются артефактами. Это говорит о неисправной видеокарте. Видеокарта вот такая вот, с дополнительным питанием. Кстати говоря, поначалу я думал, что не хватает питания, неисправен блок питания, но это вряд ли. Итак, нашли заведомо исправный системный блок. Достали оттуда видеокарточку. Кстати, с помощью которой мы проверяли на неисправном ПК все работало. Вот приболевшая видеокарточка, потенциально приболевшая. Обе они имеют разъем PCI 2.0, так что проблем с установкой и замены не возникает. Вставляем карточку и продолжим. Карточка вставлена. Подключен разъем дополнительного питания, отходящий от блока питания. Подключен VGA разъем. Запускаем и проверяем. Индикатор на карточке загорается. Говорит о том, что питание поступает на карту. На кнопку запуска и смотрим, что происходит на мониторе. И пробуем еще раз. Запускаем повторно. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока все идет своим чередом. Продолжение следует... 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 который выдает неисправная видеокарта. Подробнее о том, что я думаю это за проблема, я расскажу сейчас. Итак, наша видеокарточка. Первое что нужно сделать это отделить корпус, кулер и вентилятор от платы, так чтобы осталась одна плата. Для этого открутим четыре винта, достанем клеммы вентилятора и будем говорить далее. Кулер отделен от платы видеокарты. Визуально ничего подгоревшего нет, все цело, но это только лишь визуально. Обязательно после разбора видеокарты необходимо зачистить VGA чип от старой термопасты с помощью спирта или спирта содержащих растворителей. Что мы можем попробовать сделать в домашних условиях при такой проблеме с видеокартой? Мы можем попробовать колхозный реболинг. Это так называемая перепайка чипа VGA. С оборотной стороны чипа имеется большое количество контактов, которые припаиваются к текстолитовой плате видеокартой. Как раз одна из причин появления артефактов на видеокарте это пропадает контакт на чипе или же замкнулся от перегрева. В любом случае делается реболинг, либо замена чипа. Что такое реболинг? Реболинг, я уже объяснил, что такое перепайка чипа. Почему мы сделаем ее в колхозном формате? Потому что мы не будем отпаивать чип, а попробуем чем-нибудь нагреть его до того состояния, чтобы контакты перепаялись заново. Это нам может и не помочь, так как, или помочь ненадолго. Так как над чипом есть кристалл. Кристалл тоже также имеет ножки припаянные к чипу, если его вскрыть в этом месте. Иногда контакт пропадает там. Это уже более сложная проблема, при которой обычно меняют чипы. Замена чипа это дорого, поэтому мы попробуем сделать вот такой вот колхозный реболинг. С помощью чего мы это сделаем я еще не придумал. Сейчас подумаем. Конечно же из того, что есть. Таких колхозных реболингов я видел немало в интернете. Люди делали и строительным феном, что кстати очень хороший вариант, если он у вас есть. И паяльной станцией это еще более лучший вариант. Если же этого всего нет, пытались люди и феном для сушки для волос, но его мощности оказалось недостаточно. Даже видел такое, что ее закаляют в духовке. Ложат в духовку, включают на определенную температуру, но это опасный вариант, так как приведет к плавке всех пластиковых деталей. Также на открытом огне я видел, делали это дело. У меня есть мысль с утюгом. Сейчас я подумаю и решим, что будем делать дальше. Также снимем это. Итак, обнаружил у себя все же фен для сушки волос. Он выдает достаточно горячий воздух, поэтому попробуем сначала обычным феном сделать реболинг. Ну конечно же колхозный, не в прямом смысле. И нагреваем наш чип, стараясь не касаться его. Сделаем это какое-то время, не очень долго. И продолжим. Прогрев феном VGA чипа. Установил карточку пока что без кулера. Попробуем ненадолго запустить, посмотреть, что у нас вышло или нет. Также подключил в той же последовательности, что и ранее. Смотрим на результат, если таковой есть. Положительный конечно же. И рассчитываем на него. Пока что все в том же темпе. Компьютер запускается. И теряется сигнал. Таким образом понимаем, что у нас ничего не получилось с помощью фена. Вот такие дела. Попробуем утюгом. Температура там намного выше. Итак, прогрели утюгом видеокарту. Прогревалась она со стороны чипа. Под плату положились какие-нибудь тканевые изделия, так чтобы она была на мягкой основе. Под утюг подлаживали деревянные изделия. Прислоняли утюг к VGI чипу. И грели его минут десять. После прогрева нанесли новую термопасту на плоскость между чипом и радиатором. Собрали, установили. И результат. Артефакты исчезли. Компьютер запустился. Протестировали в играх на максимальных настройках. Все работает. Все замечательно. Единственное, что хотелось бы сказать, что подобный ремонт будет ненадолго. Вот такой колхозный реболдинг мы сделали. Платку починили. Спасибо за внимание. Всего доброго.